Всем привет! Сегодня каждый из вас повысит свое мастерство и умение снимать шести противника, так как этот урок посвящен именно этому моменту, который является одним из самых нужных навыков верпила, без которого он никогда не станет асом и будет иметь низкие показатели выживаемости. Когда вы начинаете свой путь верпила, вы учитесь на своих ошибках, вы смотрите, как снимают шесть более опытные верпилы и пытаетесь сделать так же, но у вас ничего не получается. Более того, многие из вас имеют многолетний опыт верпила и все равно не умеют снимать шесть. Почему это происходит? Ведь маневров, при которых снимают шесть, не так уж и много. Неужели их так сложно запомнить? Конечно нет. Просто оказывается все намного серьезнее. Дело в том, что при снятии шести противника многие даже не понимают, как происходит сам процесс снятия, от чего он зависит. И более того, некоторые пытаются снять шести противника маневром, который именно в конкретной ситуации вообще не подходит, и поэтому их сбивают. Также для успешного снятия шести большое значение имеет умение контролировать противника. Ведь если вы не будете знать, где находится противник, то ваши действия и маневры не будут направлены на улучшение ситуации и занятие более выгодной позиции. Давайте разберем, как происходит процесс снятия шести подробно. Уверен, что именно из-за непонимания этого момента многие просто пытаются изобразить процесс снятия. Это как с посадкой. Все видят, вроде просто и ничего сложного, но все равно не умеют сажать. После изучения этапов и тонкостей при посадке верпилы начинают делать правильные действия, именно понимая, что происходит в данный момент, и посадка у них сразу получается отличной. Вот именно этого я хочу добиться в этом уроке, чтобы вы понимали и делали то, что нужно в определенный момент, а не делали наобум непонятно что. Никто не застрахован от ошибок. Ситуации бывают разные, и много факторов влияет на то, снимете ли вы шесть или нет. Это может быть поврежденное крыло, недостаточная скорость, большая разница в остатке топлива с атакующим и многое другое. Итак, а чего происходит снятие шести и как это происходит? Есть всего три фактора, из-за которых противника можно снять шести у земли. Это первое, более высокая скорость противника. Второе, срезание угла и прохождение меньшего расстояния из-за частой смены направления. Третье, ваш самолет более тягово вооружен, что позволяет выпрыгнуть выше противника после маневров. Именно эти три фактора влияют на то, как будет снять противник с шести. Неважно, будет ли самолет противника более маневренный, более тягово вооружен или наоборот. Все зависит только от вас. Существует несколько маневров, которыми можно сбрасывать шесть, а также комбинации этих маневров, которые более эффективные, но значительно сложнее по исполнению. Первый маневр называется ножницы. Мы проходили его в уроке по пилотажу, и вы должны уметь его выполнять. Маневр довольно-таки простой, и позволяет пропустить вперед противника с более высокой скоростью, чем у вас, без особых проблем. Если противник сидит плотно на шести и имеет скорость, равную вашей, то обычным исполнением ножниц вряд ли вы сбросите противника, а лишь будете вилять перед ним, подставляясь под его подготавливающийся выстрел. Об этом мы поговорим позже. Следующий маневр – это бочка. Это, конечно же, не простая, а в нескольких вариантах исполнения, в том числе и размазанная бочка с кадушкой. Этот маневр самый эффективный для снятия с шести и является универсальным при разных ситуациях. Вы также его должны были тренировать в уроке по пилотажу. Следующий маневр – сплит. Используется в основном пилотами люфтваффе, из-за более устойчивых к перегрузкам самолетов при огромных скоростях за 800 км в час. Данный маневр не является эффективным на 100%, а лишь может сбросить шесть на некоторое время. Но я расскажу вам о более продуманном маневре под названием «двойной сплит», который более эффективный и может уничтожить противника даже без использования вооружения. Ну вот, собственно, и все. Всего три маневра, которые нужны для снятия противника с шести. Сейчас мы будем их разбирать подробно. Итак, маневр ножницы. Маневр, который знают большинство верпилов и пользуются им постоянно. Отлично работает, когда у противника скорость значительно выше. Но когда у противника скорость меньше, чем у вас, и он старается не проскочить вперед, многие этого не замечают и продолжают безуспешно чередовать виражи, изображая ножницы. При этом получают повреждения и падают. Некоторые просто стараются делать какие-то пируэты, и для них главное удержать самолет после этого. А сейчас идем тренировать ножницы. Если кто не знает, то имейте в виду, у сквада Дед есть пилотажный сервер Дед Рейс Энд Аэробатик Скур. На нем можно отрабатывать разные фигуры, в том числе и ножницы. Вы можете зайти на этот сервер и потренироваться выполнять данный маневр. Для начала попробуйте на малой скорости. После этого, как у вас будет получаться, увеличивайте скорость прохождения. Как только вы с легкостью будете выполнять пролет по кольцам, вы можете спуститься ниже них и усложнить исполнение, пролетая между башнями. Сейчас я показываю вам, как проходить дистанцию. После прохождения я покажу вам, как намного резче это нужно делать в бою. Когда выполняется поворот, вы должны докручивать его противнику, чтобы ваши траектории пересеклись. И чем больше будет угол при пересечении, и чем ближе к этому пересечению будете вы, тем выгоднее становится ваша позиция. Когда противник пересекает вашу траекторию, он, соответственно, как и вы, делает перекладку в противоположную сторону. Но он пытается по вам пострелять, когда вы сделали перекладку, и его траектория более прямолинейна, чем ваша. Поэтому он пройдет большее расстояние по прямой, чем вы. Ведь вы практически не продвигаетесь вперед, а постоянно чередуете смену направления. Например, север-юг, там, север-юг. Именно поэтому противник пропускается вперед. Давайте рассмотрим ситуацию. Мы у земли, противник на 6, расстояние 300 метров, и скорость противника практически равна вашей, около 300-350 км в час. Это очень сложная ситуация. Такие ситуации обычно наступают, когда вы ведете бой с другим, а вам на 6 садится второй, против тягу, например. Здесь шансов выйти целым и неверативным мало. Дело в том, что на таких маленьких скоростях и такой малой дистанции, какое действие вы бы не сделали, противник без проблем уже может стрелять по вам. Ведь 300 метров – это дистанция точной стрельбы. Противник сможет быстрее вас сделать маневр на опережение, и ему легко попасть по вам. Но как бы то ни было, давайте посмотрим и разберем, как нужно действовать в такой ситуации. Если мы просто встанем в вираж с выпуском щитков, то противник может попасть, как вы видите в этом видео. Если мы не пойдем в вираж, а начнем делать ножницы, то мы также попадаем под прицельную стрельбу. Противник старается прицельно выстрелить по нам и заранее угадывает нашу траекторию полета. Но вероятность попадания по нам можно снизить, немного меняя свою траекторию по высоте. То есть, один поворот мы делаем прямо у земли, затем делаем перекладку, и уходя на поворот в другую сторону набираем метров 20-30-40 высоты. Противнику придется задирать нос, а это значит, что он уже не может заранее поставить нужные упреждения и подловить нас, поэтому ему сложно прицельно выстрелить. Если до противника более 200 метров, то стараемся проходить в повороте через траекторию противника выше или ниже, чтобы он не смог точно по нам пострелять. Если дистанция меньше 200 метров, то в таких случаях лучше всего при пересечении траектории выполнять кадушку. Посмотрите, как это выглядит. Противник идет прямо и готовится к выстрелу, когда траектории пересекутся. В этот момент резко делаем кадушку, и в момент нахождения самолета кабиной вниз, дорабатываем правое вращение левой педалью для скольжения в сторону, тем самым затрудняя противнику вести прицельную стрельбу по нам. Когда мы идем на большой скорости, то у нас есть возможность более резко менять высоту, направление, и противнику сложно подловить нас. Сейчас, смотрите, высота у нас 240 метров. Мистер Шмидт нацеливается на эту высоту. Затем мы подныриваем немного вниз, и ему нужно уменьшать высоту. То есть сейчас, смотрите, он опускает нос, но в этот момент мы уже начинаем уходить наверх, и ему приходится задирать нос. Он не успевает это сделать, то есть ему сложно прицельно выстрелить. То же самое и с кадушкой на большой скорости. Противнику сложно подловить нас, так как все происходит намного быстрее, и энергичнее исполняются маневры. Если взять вот такой пример выполнения ножниц, то здесь мы видим, что я стараюсь сбросить тягу и меньше проходить расстояние. При этом успешно ловлю траекторию противника и легко сбиваю его. Почему? Потому что действия противника не верны. Он прекрасно видит, что я держу расстояние, а значит я сбросил тягу. Также он сознательно проходит линию огня, подставляя всю площадь плоскостей, хотя он с легкостью мог бы избежать этого, пользуясь достаточной высотой для маневра. Смотрите, что нужно делать в такой ситуации. Обычно такие большие повороты выполняются на большой скорости. Это означает, что эту скорость можно направить в нужный маневр, который будет неудобен противнику. Выполнять поворот нужно резким доворотом с уходом под противника, а не делать простые ножницы перед ним, подставляясь под выстрел. При таком довороте мы должны иметь срыв потока на законцовках крыльев, и самолет должен немного трястись. Это нормально. При схождении с противником мы должны правое крыло при правом повороте уводить глубже, а левое тянуть как бы к противнику, тем самым убирая плоскости и более уходя под противника. Мы очень близко пройдем с траектории противника. Это значит, что угол уже будет большой. Этого мы, в принципе, и добивались. И в следующем маневре противнику придется намного дольше и сильнее делать доворот в нашу сторону. Это время мы должны потратить правильно. Если мы на более быстром или более тягово вооруженном самолете, то можно начать вертикальные ножницы. Их мы изучим позже. Или можно просто воспользоваться моментом и плавно продолжая правый разворот, чтобы противник дольше до нас доворачивал, уходим, набирая скорость, пологу спускаясь, пользуясь остатками высоты, при этом закрыв радиатор. Если мы на более маневренном самолете, то лучше всего после прохода под противником сразу уходить на бочку в сторону противника или на петлю. Следующий способ снятия от шести – это бочка. Также хорошо работает, когда у противника скорость выше, и служит отличным началом для использования комбинации бочка-ножницы, или наоборот. Выполнять бочку можно даже без использования руля направления, не придавая скольжение самолету. Амплитуда первого вращения зависит от расстояния до противника. Если оно большое, метров 400, то и амплитуда должна быть большая. Таким большим вращением мы подпускаем противника поближе, специально, чтобы на второй закрутке он уже проскочил вперед. Вращение начинается с задирания носа. Затем уходим в нужную сторону вращения по прямой или с небольшой восходящей траекторией, заканчивающейся уходом немного вниз. После чего выжимаем правую педаль и делаем переворот. Почему нужно обязательно выжимать педаль? Потому что в этот момент самолет очень плохо будет слушаться рулей, и ему нужно помочь сделать переворот. После переворота, когда нос направлен вниз, и левое крыло опускается вниз, нужно выжать левую педаль и направить самолет как можно левее в сторону противника. Как бы уходя ему за спину. Многие, наверное, думают, а почему нельзя просто уйти в вираж? Зачем начинать там какую-то бочку делать, когда противник еще далеко? Зачем вообще нужно на такой дистанции большой 400-500 метров начинать подготовку, спросите вы, да? Давайте отвечу на ваш вопрос вот этим видео, в котором показана именно такая ситуация, о которой вы подумали. Итак, противник увидел и пошел в вираж. То есть пошел преднамеренно, осознавая, что по нему сейчас будет прицельная стрельба вестись. И, соответственно, получил повреждение. Смотрите, что происходит, когда мы ножницами делаем раскачку и подпускаем противника к себе, чтобы его снять с шести. Противник видит очень хорошо ваш маневр, и по вам очень легко можно попасть на перекладках. А ваша скорость с каждой перекладкой немного падает. Поэтому это неэффективный способ. Отсюда вопрос, зачем подставляться по стрельбу, если можно этого избежать вот такими действиями. Смотрите, делаем бочку. Для чего? Первое, для того, чтобы подпустить противника поближе. Второе, чтобы затянуть его в этот маневр, и он начал подлавливать нашу траекторию полета, чтобы в нее попасть, тем самым теряя возможность пострелять, сблизившись с нами. Получается, что мы решили проблему со сближением, с сохранением скорости и последующей невозможностью стрельбы по нам. Поймите, когда противник подойдет на 300 метров, это уже дистанция для точной стрельбы, и там уже все равно, какой бы маневр вы не начали делать, вы подставляетесь под выстрел. Поэтому, если вы видите, что противник вас догоняет, и вы не сможете уйти, то заранее начинайте сближение с ним, чтобы не дать прицельно по вам пострелять. Конечно, не обязательно подпускать противника, именно выполняя бочку. Нет. Это один из способов, которые я вам подробно объясню. Вы можете также подпускать ножницами и пропускать ножницами, но если противник сбросит тягу, то у вас будут большие проблемы, продолжая выполнять ножницы. Поэтому именно бочка и кадушка являются наиболее эффективными, особенно для более маневренных самолетов, которые, затянув противника в бочку, очень легко его перекручивают в ней и выходят в шесть. Мессершмиттам, кроме Эмиля, я категорически не рекомендую крутить с противником бочки, потому что это проигрыш. При снятии с шести мессер должен использовать свое преимущество в тягу вооруженности и уходить на вертикальные ножницы, что мы и будем изучать в этом уроке чуть позже. Итак, продолжаем. Противник за нами наблюдает. Вы должны четко знать, где он. Он пытается понять вашу траекторию, после чего пытается в нее войти для выстрела с упреждением. Этого мы и добиваемся. Когда мы пересекаем траекторию полета противника, мы уводим самолет дальше, практически по прямой, и противник уходит за нами в поворот. В этот момент мы уходим на вторую закрутку, выполняя ее практически над ним. Это самый опасный момент, так как противник сразу режет угол с сильным доворотом и старается дотянуть нос и выстрелить. Многие пилоты именно в этот момент настолько сильно стараются довернуть, что срываются. А нам это только на руку, и мы этим пользуемся, выигрывая позицию. Именно на второй закрутке желательно использовать руль направления. Если мы делаем правое вращение, то выжимаем левую педаль. Если левая, то правую. Очень важно в этот момент следить за противником и контролировать его нос. Как только нос начинает идти вверх, в этот момент вы должны перевернуть самолет кабиной вниз и с выжатой педалью резко начать уходить под противника. Именно в этот момент он и проскакивает вперед. Надеюсь, все теперь поняли, почему важно следить за противником, точно знать, где он находится и понимать, какое у него положение, чтобы получилось снять его с шести. Ведь именно от его положения и действий вы должны делать маневры. Более затяжные или менее затяжные, в нужном направлении и в нужное время. Теперь давайте выучим действия, которые нужно выполнять в нужный момент при исполнении бочки и кадушки. Когда вы делаете вращение, внимательно оцените дистанцию до противника. Это важно, так как от этого зависит амплитуда вращения. Если противник ближе 250 метров, то лучше сделать кадушку с вводом в сторону, после чего делаем бочку. Если противник в 300 метров и далее, то лучше сделать бочку с контролем за противником. Заканчивая бочку, мы уводим самолет в сторону противника, чтобы он доворачивал до нас. Пока он делает доворот, мы уходим наверх, опережая его постоянно на один шаг. Когда он на нас довернет, мы уже будем наверху. Как только он начинает задирать нос, мы делаем переворот и идем вниз. Здесь могут быть два варианта. Если наш самолет более маневренный и скорость противника намного выше была, то мы сможем довернуть на него и пострелять. Либо скорости будут равны, и он может выйти на позицию стрельбы. Также он сможет пострелять, если мы не заставили его доворачивать до нас и перед ним пошли наверх, что для нас будет получением повреждений. Поэтому запомните правило. Никогда не идти наверх, если противнику не нужно до нас доворачивать. Если видим, что противник до нас доворачивает нос и сможет пострелять, то стараемся увести самолет ему за спину. После того, как мы расходимся с противником, мы смотрим, что он будет делать. Возможно, он уйдет наверх и не пойдет дальше раззакручиваться. Тогда мы оцениваем нашу скорость и решаем, идти за ним на вертикаль, чтобы пострелять до гонку или нет. Если он развернется, как вот в этом случае, то мы тогда встречаем его уходом вверх. То есть не даем ему выйти нам опять в шесть и стараемся на щиточках зависнуть, чтобы он не вышел на позицию дострельбы. Для этого мы делаем такой маневр, чтобы он не смог по нам пострелять. То есть уходим немного в сторону. Ну а здесь уже дальше просто мессершмитт, если он не начнет убегать, то вот такие вот кренделя, то что начинает вот так закручиваться. Здесь с яком уже все уже очень сложно и он все равно подставляется под стрельбу и его в принципе не так уж и сложно сбить. То есть он уже себе сам шесть поймал и мы его просто сейчас будем дожимать. Наверх он уже уйти никак не может, потому что скорости у него нет. мы все равно сможем его достать и пострелять. Сейчас давайте разберем еще один способ. Он начинается так же как этот, но вторая часть исполнения будет не бочкой, а ножницами. В принципе такой способ эффективен для любых самолетов, но исполнение немного разное. Если мы на менее тяговооруженном самолете, то есть наш двигатель имеет меньшее отношение тяги к весу самолета, то лучше делать ножницы горизонтально. А если вы на Мессершмите, который более тяговооружен, то ножницы нужно делать более вертикально, чтобы выпрыгнуть выше противника, пользуясь своим преимуществом. Начало точно такое же. Делаем бочку, подпускаем противника поближе, затягивая его в маневр и не давая возможности выйти на огневое решение, уходим в сторону, стараясь уйти как можно дальше ему за спину. Тем самым мы подпустили к себе противника поближе, при этом имеем хорошую позицию и опережаем его на один шаг в маневре. После того, как он начинает до нас доворачивать, мы делаем перекладку и начинаем маневр ножницы. Если мы на красном самолете, то делаем маневр по горизонту, при этом можно сбросить тягу до процентов 60 или выпустить закрылки. Если мы на Мессершмите, то лучше делать ножницы с уходом наверх, причем каждый последующий сход самолет с противником нужно выполнять над ним, пытаясь залететь ему за спину, чтобы он никак не мог по нам пострелять. Обычно хватает 3-4 перекладки, после чего уходим в сторону и вытягиваем вверх вертикально, держа самолет боком к противнику. Он не сможет вытянуть на нашу высоту и первым опустит нос. И как только мы это замечаем, сразу идем за ним, оказываясь у него на 6. Конечно, на первый взгляд довольно-таки сложно все это выглядит, особенно для новичка, но могу вам сказать, что чем больше вы будете пробовать это делать, чем дольше вы на это время потратите, тем быстрее вы научитесь. То есть нужна практика. Вы знаете, что делать. Вот я вот сейчас показываю это. То есть вы действия прекрасно знаете и понимаете. То есть просто старайтесь их делать, исполнять и пробуя это делать, вы будете смотреть свои ошибки и учиться на своих ошибках. В будущем вы научитесь это 100%. Главное, что вы знаете, что делать и как это делать. Если мы летим, например, на яйке, то можно также исполнять бочку и переходить на горизонтальные ножницы у земли. То есть пошли на бочку, также все подкручиваем, под противника уходим, в сторону, все, потом уходим на ножницы, он у нас доворачивает, мы под ним проходим. Все, дальше уже можно также за противником выскакивать, если скорость есть. Довольно-таки все просто. При снятии противника с шести вы можете комбинировать разные варианты маневров. Давайте посмотрим эти комбинации. Вариант ножницы с кадушкой. Очень эффективная комбинация для быстрой смены направления, а также высоты. Например, в одну сторону можно сделать перекладку ножницами, затем уходим в другую сторону, немного выше противника, чтобы ему пришлось задирать нос. При пересечении траектории противника резко убираем тягу и кадушкой уходим чуть ниже, в противоположную сторону. Если у противника скорость выше, то можно тягу не сбрасывать. Сразу выходим в 6 и стреляем в догонку. Можно сделать и обратную комбинацию, то есть кадушка, ножницы. Все выполняется точно так же, только сначала мы делаем кадушку, заканчиваем ножницами. После чего мы также идем за противником и стреляем ему в догонку. Следующая комбинация – ножницы-бочка. Сначала мы раскачиваем противника на ножницах, подпускаем его поближе, а затем уходим на бочку, проспуская его вперед. Следующая комбинация – это ножницы, кадушка, бочка. Более сложная комбинация, которая запутывает противника, но смысл один и тот же. Ножницы и кадушку мы выполняем для того, чтобы пропустить противника поближе, а бочкой пропускаем противника вперед. Научившись правильно выполнять бочку, вы сможете достичь вот такого результата, когда противник на шести не думает, что вы жертва, но через мгновение он уже падает, так ничего и не поняв, что произошло. Сейчас давайте рассмотрим снятие шести сплитом для немецких самолетов. Как я уже показывал, при обычном сплите противник может остаться на высоте или пикировать сбоку от нас, полога спускаясь за нами и все равно сможет догнать нас. Поэтому этот способ неэффективен. Намного эффективнее выполнять двойной сплит. Я его называю так. Сейчас поймете почему. Итак, противник у нас на шести и мы уходим вниз, делая маневр сплит. Мы делаем его так, чтобы пикирование шло на восток, то есть к противнику. Пикируя, мы разгоняемся до скорости 600 км в час и немного задираем нос, как бы показывая, что выводим самолет из пикирования. Затем разворачиваем самолет на 180 градусов, делаем это элеронами и помогаем педалями для очень быстрого разворота и выводим самолет в противоположную сторону. Давайте разберем, что в момент нашего пикирования делает противник. Сначала он идет за нами, пикирует и контролирует нас. Скорость нарастает и хороший пилот понимает, что скорость уже 600 км в час и нужно выравниваться. Он начинает выравниваться, при этом старается контролировать нас. В этот момент он видит, что мы вообще куда-то ныряем и уходим совсем в противоположную сторону. И так как у него скорость уже под 700 км в час, он не может быстро развернуться на 180 градусов. И пока он развернется, мы уже будем очень далеко и ему нас не догнать при всем желании. Но если противник оказывается не настолько хорош, то обычно для таких пилотов все заканчивается печально. Они делают разворот и идут за нами, после чего просто рассыпаются в воздухе и падают. Можно даже запутывать противника тремя разворотами. Тогда он также теряется и может разбиться или вообще забывает про нас, лишь бы не рассыпаться в воздухе. Так как на таких скоростях красные самолеты могут летать только прямо, иначе при поворотах у них отрываются элероны. Вот такой вот способ снятия с шести. Думаю, многим синим пилотам он пригодится. Надеюсь, этот урок поможет вам научиться снимать шесть. Дальше вы можете посмотреть разные снятия с шести, которые не вошли в урок. Внимательно смотрите их и запоминайте траектории полета, моменты перекладок, моменты ухода наверх и вниз, моменты сброса тяги. Все эти записи практически идентичны, и я делаю все одно и то же, но в разных комбинациях, при разных скоростях. Все зависит лишь от ситуации и последующих действий противника, на которые я, соответственно, реагирую и применяю то или иное действие. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Успехов вам в обучении. Увидимся в следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я замыкаю еще и уберу. Ой, тут их много, парни, трое, тут трое. Зря закручиваете. Еще намного лучше подождать. Олег, ты там с двоим остался. А в каком квадрате у вас там? Что происходит? Сейчас не могу, бой. Ага. Так, я стоил минус. Витюк, квадрат, скажешь? Витюк, квадрат, скажешь? Блин. Сейчас скажу. Мой минус. Рэш все большие находит какие-то. Так, кто стреляет сейчас? Я. Ага, вижу. Не-не. Олег, одного забрал. Болгин найден. Сейчас я подойду. Все, я его пропускаю. Ага. Еще полминутки. Минус один. Минус один. Ура. Минус один. Минус. Минус один. Минус один. Красный, блядь, шейф, можно, блядь. Где, 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 говорите? Так, все. 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 Так. Так, все. 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 Так, все.